Слава Украине! Слава Украине! Но вы уже знаете, что в России после матча сборной Хорватии, сборной России, уже несколько дней бушует скандал. Хорватские футболисты Огнен Вукоевич и Домовой Вида, которые раньше выступали за Киевское Динамо, посвятили свою победу Украине. Слава Украине! Это победа за Динамо и за Украину. Давай, давай! Хорватия, вперед! Вида сказал всего два слова. Слава Украине! Вукоевич сказал, это победа за Динамо и за Украину. Казалось бы, что такого? Два бывших игрока Киевского Динамо решили посвятить свою победу своему клубу и тому государству, за которое они некоторое время играли. Но в России начался настоящий ураган ненависти. Оказывается, слово Украина на некоторых россиян действует как ладан на черта. Поступок хорватов стали разбирать на российском телевидении. Реально посвятили этому целую программу на государственном телеканале. Хорватский футболист Вида удалось ему омрачить впечатление российских болельщиков. Оттого в четвертьфинального матча сразу после игры защитник записал видеообращение из раздевалки, где вместе с помощником тренерского штаба Вукоевичем популярно объясняет, кому посвящается победа над сборной России. Российские политики стали наперебой называть хорватов предателями и фашистами. Например, член Совета Федерации Франц Клинцевич сказал, что хорваты всегда были предателями славянского мира, а Сергей Цеков назвал лозунг «Слава Украине» фашистским. И тут я окончательно перестал понимать происходящее. Ведь если Россия официально утверждает, что не воюет с Украиной, если на официальном уровне в России украинцев называют братским народом, то что же плохого в прославлении Украины? Я сам лично неоднократно слышал, как президент России Владимир Путин называл Украину братской страной, а украинцев братским народом. Для нас Украина и украинский народ это братский народ, я всегда об этом говорил. Если Путин так говорит, то почему хорвату нельзя прославлять Украину? Почему россиян от слова «Украина» начинают просто корежить? Ну, логично же, что если я считаю какой-то народ братским, меня не должна задевать похвала в его адрес. Например, я считаю братским народ Хорватии. И я могу сколько угодно раз сказать «Слава Хорватии». Могу повторить хоть 10 раз, да? И если рядом со мной кто-то также скажет «Слава Хорватии», я не буду биться в истерике и брызгать слюной. Меня это никак не оскорбит. Точно так же, меня не оскорбит, если кто-то рядом со мной скажет «Живе Беларусь» или, например, «Слава Казахстану». И я точно не буду огорчен, если, например, француз скажет «Виво Ла Франс» или итальянец скажет «Форца Италия». Но от лозунга «Слава Украине» наш так называемый братский народ корчится в бессильной ярости. Почему? На самом деле ответ прост и очевиден. Нет никакого братского народа. В России ненавидят нашу страну. Именно поэтому упоминание слова «Украина» вызывает там такую реакцию. Судить о том, кто кому брат или не брат, нужно по поступкам. Хорваты, которые посвятили свою победу Украине, действительно показали себя как дружественный нам народ. А вот россияне, которые накинулись на них за это с проклятиями, повели себя не как братья. Они повели себя как враги. Это очень показательная история. И я хочу сказать домогой в виде спасибо. Спасибо за то, что в очередной раз просто показал нам, кто есть кто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!